Добрый вечер на ТНВ новости в студии Альбина Солгораева и вот о чем расскажем прямо сейчас. Экономия от нескольких дней до месяца. Как международные посылки из Китая теперь напрямую летят в Казань, узнал Слава Кухмадулян. Новые сроки сдачи соципотечных домов в Салават Купере. Мы готовы принять дом, но, к сожалению, наш дом так не заселяет. Сейчас идет процесс оформления этого дома. Когда теперь ждать новоселье участника программы, знает Альбина Менебаева. Припарковался на месте для инвалидов, заплатил штраф. 50% говорят, что они просто не видели, то есть у нас практически половина водителей ездит слепые. Как будут бороться с нарушителями Анны Городного? О Горьком ярко. Именно сама жизнь, она воспитала в человеке, стержень какой-то. Как Казань собирается праздновать юбилей одного из своих самых известных жителей, расскажет Рамин Чайдули. Метель накрыла Татарстан. Уже ограничено движение междугородних автобусов. Они не покидают пределы сел и деревень. Порывы ветра сегодня достигали 16 метров в секунду. По данным сервиса Яндекс.Пробки, с 12 дня заторы в Казани не спадают с отметки 6-7 баллов. Рамин Чайдулин сейчас находится на выезде из Казани. Рамин, добрый вечер. По-прежнему не советуешь выезжать из города? Да, добрый вечер, Альбина. Метель, как мы видим, к вечеру немножко стихла, да и снега стало меньше. Но все-таки она сумела внести коррективы в движение. Мы находимся на одной из федеральных трасс. Здесь, как мы видим, пробок нет. Но это не счита того, что сегодня творилось в городе. По данным интернет-сервисов, местами пробки в Казани достигали 6-7 баллов. Доверимся статистике. Но, судя по мнению прошлых водителей, они этих пробок и аварийности на себе не особо ощутили. Чистят вообще хорошо. Все справляется, техника. Бывает, конечно, заторы не без этого, но все отлично. Пробки попадали сегодня? Сегодня нет. Видимо, зависит от стажа вождения и навыков водительского. На самом деле, все нормально. Надо быть только чуть-чуть аккуратнее и внимательнее. Состояние дорог вполне удовлетворительное. Как бы день, как день. Ничего особенного не происходит. Что касается водителей легковых автомобилей, а вот что касается водителей автобусов, то они метельно себя ощутили слегкой. По данным Тарстанского ГИБДД, сегодня в час дня был отменен рейс Казань-Ульяновский. Тех же водителей, кто все-таки выбрался на трассы, их тормозили на дороге и попросили отправиться в ближайший автовокзал и погреться, и переждать бурю. Видимо, угроза транспорту все-таки была нешуточной. Давайте послушаем, как это было. Мы подключили всю нашу дорожную технику к системе ЛАН-112. У нас подключено более тысячи транспортных средств. Сегодня на линии у нас задействовано 372 транспортных средства. Вот они у нас на экране. Все машины мы их видим, мониторим. Нам в помощи мониторинга помогает сеть метеостанций, развернутая на региональных дорогах. То ли метель на земле и на воздухе не ощущалось так сильно, но Казанский аэропорт не отменил ни одного воздушного рейса, хотя это нормальная практика для каких-то катаклизмов или погодных неурядиц. Например, в грозы они отменяются. Плохие метеоусловия не повлияли на выполнение рейсов в Международном аэропорту Казань. Рейсы выполняются по расписанию. Аэропорт работает в штатном режиме. Синоптики называют эту погоду по-настоящему зимней, замечая, а какой ей еще быть. По их данным, в ближайшие дни уровень снега поднимется примерно на полсантиметра и холодов ждать примерно до пятницы. Это связано ухудшение погодных условий с тем, что через западный район Татарстана проходил достаточно активный фронтальный раздел циклона с центром около Москвы. Буквально до конца сегодняшнего дня это состояние погодное сохранится и вечером, а затем погода начнет улучшаться. Вот так оказалось, что эти капризы природы возникли все-таки не на пустом месте. Во всем виноват циклон. Словом, в ближайшие дни он отступает, но свято место пусто не бывает и на его место прибывает новый. Поэтому синоптики ждут, что выходные в Татарстане снова похолодает. Альбина? Спасибо, Рамиль. Я напоминаю, это был Рамиль Шайдулин. Сейчас он следит за ситуацией на дорогах Казани. В мороз и жару высаживать нельзя, довести запятой в этом вопросе, кажется, определились. Минтранс России предложил запретить выгонять безбилетников непогоду. Соответствующий законопроект ведомство направило на согласование в правительство. Речь идет не только о минусовой температуре, но и о тех ситуациях, когда человеку угрожает опасность. В Татарстане было несколько случаев, когда на дороге кондукторы оставляли детей. В министерстве уверены, если маленький пассажир не платит, то деньги нужно взыскивать с его родителей. Если зайцем решил проехать взрослый, денег добиваться через суд. Все письма через Казань, конверты и посылки, адресованные жителям Удмуртии, Чувашии, Самары и Ульяновской, Мариэл, теперь сделают остановку в Татарстане. Без пересадок в Москве и завалов на сортировке. В Казани сегодня полную силу заработал логистический центр Почты России. Встретил первый рейс с грузом из Китая. И одним из первых заглянул в сортировочный цех Салават Мухамадуллин. Из плюс один китайского Ханчжоу напрямую в минус 17 метель в Казань. Это первая посадка международного рейса Почты России в татарстанском аэропорту. До этого тонны посылок для республики и ближайших регионов, как правило, разгружали, сортировали и снова загружали в Москве или в Московской области. Теперь Казань – перекресток семи дорог. В грузовиках посылкам долго ехать не приходится. Возле аэропорта находится логистический центр. В день он обрабатывает до миллиона почтовых отправлений. Как новый свет для Почты России, этот центр – разрушение главного стереотипа оператора почтовой сети. Так вот, кто работает на Почте России! В логистическом центре автоматизированный труд, хотя и без человеческого контроля и помощи не обходится. Любовь Горбачёву из Габишева вакансия оператора избавила от ежедневных поездок в столицу. Бываю всегда на линии, потом бываю на заделке, ну мешки заделываем мы, вот, тоже на компьютере. Современнейший, уникальный объект появился у нас в республике. Он будет обслуживать шесть регионов нашего округа. Я очень надеюсь, что в ближайшее время здесь будет полторы тысячи человек работать, пока 700. В сотрудничестве с регионом мы очень оптимистично смотрим на развитие почтовых услуг и электронной коммерции. Центр обслуживает 12 миллионов жителей. Отсюда почта будет уходить в три с половиной тысячи отделений. Сегодня здесь начала работу таможенная служба и запустился международный конвейер. Объем международных посылок за последние пять лет в Российской Федерации увеличился почти в 15 раз. Это невероятный рост. Но в ближайшие годы он вырастет еще, как минимум, в два, три, может быть, даже четыре раза. В ближайшие два года по стране откроются еще пять таких центров. Так, знаменитая фраза «Почта России, вас много, а я одна» потеряет актуальность. Слават Мухаммадуллин, Марат Зайдолин, ТНВ, Казань, Лаишевский район. Восемь миллионов хакерских атак за год столько в прошлом году отразили госпорталы республики. Итоги работы представило Министерство информатизации и связи. Количество киберугроз растет вместе с прогрессом. Татарстан в лидерах отрасли по стране. Лина Изнатульна знает почему. Видит извещение и сам отправляется за посылкой. Этого робота-почтальона собрали студенты Казанского техникума связи. С новыми технологиями татарстанцы НАТЫ. За год электронными услугами воспользовались уже 80% жителей республики. Показатель высший по стране. 14 миллионов раз при этом записались к врачу. Кстати, скоро разбирать почерк самих докторов потребностей не будет. Уже в этом году начали тестировать голосовое заполнение медицинских документов. И то ли еще будет. В 2018 году перед нами стоит задача по разработке двух важнейших сервисов. Первая – это электронная очередь на оказание высокотехнологичной медицинской помощи. И электронный листок нетрудоспособности, который сегодня у нас уже с 1 февраля, можно сказать, внедрен. Технологически все готово. Основная задача стоит, конечно, в популяризации. Уже в этом году инновации для здравоохранения – 17,5 тысяч компьютеров и ноутбуков для образования. А в ближайшие три года – 13 миллионов документов, которые оцифруют для архивов. Технологии информатизации все быстрее проникают во все сферы жизни. Некоторые у нас больше в словах эту тему поддерживают. Она должна проходить везде. И архивное дело, и культура. Я не говорю о наших крупнейших предприятиях. Ведь, в принципе, вот эти возможности, они дают совершенно другую экономику. Цифровая экономика – цифровое телевидение. Грядущий переход с аналогового вещания пока требует серьезной подготовки. Оборудование готово только в третьем многоквартирных домов. Модернизация сети коллективного приема в этом году пройдет в Алексеевском, Заинском, Нижнекамском и Нурладском районах. В интернете свои проблемы. За прошлый год 8 миллионов хакерских атак на госпорталы Татарстана. Есть такое мнение, что интернет – это какая-то анонимная среда, в которой можно не соблюдать законы. Ничего подобного. И совершенно понятна позиция наших законодателей, депутатов Государственной Думы, которые за последние несколько лет внесли огромное количество законодательных инициатив, именно направленных на ужесточение ответственности. Безопасность в сети и в реальной жизни. За ней следят больше 50 тысяч камер, в том числе с системой «Безопасный город». Именно она в прошедшем году помогла раскрыть больше 600 преступлений. А система ГЛОНАСС научилась автоматически определять местонахождение человека, который звонит на экстренный номер 112. Будучи в Казани сегодня, Николай Никифоров прокомментировал включение своей фамилии в так называемый «Кремлевский доклад». Напомним, сегодня Министерство финансов США опубликовало список из 210 имен. Это чиновники, руководители компаний и бизнесмены. Сегодняшние списки или вчерашние списки, какие-то будущие потенциальные списки, они никак на это не влияют. Я уже прокомментировал, что мы исходим из того, что вот эти американские игры в санкции, это, скорее всего, навсегда. И мы не рассматриваем, не строим как-то свою стратегию на то, что они когда-то завершатся или как-то изменятся. Но в то же время выражаем большую заинтересованность в работе с нашими европейскими коллегами. Новая дата озвучена, и они верят, что окончательные сегодня соципотечники Казани узнали, когда сдадут дом 12-4 жилого комплекса Салават-Купере. Этот объект должны были достроить еще 15 сентября. Потом застройщик сроки отодвинул на конец прошлого года, с чем это было связано Альбина Минебаева. Первую часть отправили, сейчас вторую письмо уже повторно направляем в аппарат президента, потому что дом не сдается. Письма президенту, регулярные ожидания возле штаба на стройплощадке и несколько термосов чая, чтобы согреться. Соципотечники Салават-Купере так пытаются ускорить срок сдачи дома 12-4. Высотку должны были сдать еще 15 сентября, это по поручению Рустама Миниханова. Но сроки снова сдвинули. Подрядчик обещает, что все готово, все у дома, высокая степень готовности. Клятвенно заверял нас, что 29 декабря дом будет сдан, и мы получим наконец-то свои квартиры. Ну а вот видите, уже конец января у нас. Семья Серазиевых свою квартиру ждет с 2015 года. Тогда было распределение. Пока сроки сдвигаются, растет и цена квадратного метра. В 2015 году мы должны были въехать по 29 900. В настоящий момент цена уже за квадрат от 34 до 36 тысяч подбирается. Сроки эти сорваны. А сегодня после сдачи дома будут претензионные иски. Сорванные сроки признают и в Минстрое республики. Отвечать за них будет уже технический заказчик, Акбарс Инжиниринг и строители дома. Последний подрядчик здесь компания Барс Элитстрой Плюс. Они пришли после смены прежнего подрядчика. Сегодня жители заверили. Высотка будет сдана в ближайшее время. Четчик пошел, но учитывая, что объект физический, в принципе, завершен строительством, сейчас идет процесс оформления этого дома. Поэтому вот эти все претензионные иски, они потом войдут в юридический оборот после сдачи дома. Устранить замечания, связанные с чистовой отделкой дома, и подтянуть документацию – это задачи подрядчиков до пятницы. Дальше итоговая проверка гостроинадзора. Осталось Ростехнадзор документы подписать, последние документы, и все. Спортплощадка стоит, детские площадки есть. Пристрой готов, первый этаж готов, тепло подаем. Казанцы ждут 2 февраля. Тогда и станет понятно, чем запомнится эта зима – новосельем или ожиданиями вестей и штаба. По планам Минстроя 2 февраля должны быть документы, которые разрешают ввод в эксплуатацию этого дома. И по самым уже оптимистичным прогнозам 10 февраля эти люди получат свои ключи. Альбина Миньбаева, Данил Филатов, ТНВ, Казань. В центре внимания места для парковок инвалидов в столичной власти вводят новый штраф – 5000 рублей. Это касается платных стоянок. Оплачивая место, водители ставят машину под запрещающим знаком и избегают наказания. Но если на муниципальных парковках этот вопрос как-то смогут отрегулировать, то у торговых центров положенное место инвалидам приходится отстаивать. Анна Городного далее по теме. Вот приходится крутиться, потому что места все заняты. То есть близко с ребенком не подъехать. Вместе с Юрием Никишиным мы крутимся вокруг стоянки торгового центра уже 10 минут. Места для инвалидов заняты. Сын Юрия – инвалид с рождения, у него ДЦП. В багажнике мужчина постоянно возит коляску, а заодно просвещает других водителей. Вот разметка, а вон так. Не забейте. Бороться с такими псевдонезнайками помогут только высокие штрафы, говорит Юрий. Наказание в 5000 рублей уже не работает. Если они нарушат правила парковки за границей, то они просто, во-первых, будет очень большой штраф от 10 тысяч евро, плюс им просто не будет больше шенген давать. На стоянке возле социально значимых объектов не менее 10% мест должны отвезти для парковки людей с инвалидностью. Это гласит федеральный закон. Места может и есть, только заняты они совсем не инвалидами. Нужно на самом деле привлечь уважение. Все-таки все мы люди. Собственно позволяйте. Могу пешком гать, могу подальше поставить. Вот наглядный пример того, какой должна быть парковка для инвалидов. Помимо специального знака, здесь установили вот такие заграждения. Правда, поднять их самостоятельно вряд ли получится. Нужно будет подождать с помощью охраны. Споры за парковочное место тоже порой приходится решать с помощью охраны. Предупреждает парни, ребята, а если уже никого не застанут, то у нас есть громкоговорящая связь, мы объявляем. Если уже крайний срок, то приходится вызывать полицию. Бороться рублем предлагают и на платных муниципальных парковках в Казани. Водители законопослушно оплачивают место, но ставят свои машины на места для инвалидов. Сейчас более 3000 инвалидов уже зарегистрировалось в программе как бесплатно паркующиеся. А у нас вот с учетом вновь вводимых мест, их только 2153 будет. Поэтому очень важно, чтобы парковочные места, выделенные для бесплатной стоянки инвалидов, были именно для них. И здесь ведут штраф в 5000 рублей. Водитель Асхат Ганиев считает это жесткой мерой, ведь парковочных мест, особенно в центре города, не хватает. Можешь подумать, что у нас так много инвалидов, ну слишком много, по-моему, места для них оставляют. Эвакуатор забирает, поэтому не ставим никогда. На платных парковках в прошлом году столица заработала 32 миллиона рублей. На штрафах тех, кто паркуется, но не платит 60 миллионов. Сила рубля – действенная мера, а более продуктивная – общественный контроль. Все, вот пошли нарушители. Юрий Никишин отправил это видео в приложение «Народный инспектор». С этого года ГИБДД может выписывать штрафы по снятым роликам. Анна Городнова, Андерсен Тальцев, Марат Сидгораев, ТНВ, Казань. Это новости на ТНВ и далее в программе. На встречу выборам! О результатах можно говорить только тогда, когда они есть. Выступят и на русском языке, и на татарском обязательно. Чем сегодня занимались кандидаты, президенты и их команды, узнал Дмитрий Аринин. О горьком ярко. Именно сама жизнь, она воспитала в человеке характер стержень какой-то. Как Казань собирается праздновать юбилей одного из своих самых известных жителей, расскажет Рамин Шайдулин. Дальше действовать будут доверенные лица. В президентской предвыборной кампании сбор подписей практически завершен. Завтра последний день их сдачи. После проверки станет известен окончательный список кандидатов в бюллетенях и начнется агитация. И здесь, на местах кандидатов, будут представлять доверенные лица. Они будут встречаться с населением, выступать в СМИ. Как работают доверенные лица в Татарстане, проинформирует Дмитрий Аринин. Владимир Путин сегодня в Москве встретился со своими доверенными лицами. Их 476, в том числе 9 татарстанцев. На встрече Путин призвал сторонников с уважением относиться к конкурентам. О результатах можно говорить только тогда, когда они есть. Поэтому заранее у нас, как в народе говорят, не говори ГОК, пока не перепрыгнешь. Вот из этого надо исходить. Владимир Путин обратился с пожеланием и с просьбой не давать невыполнимых обещаний. Мне бы очень хотелось, чтобы сегодняшняя наша встреча была, так сказать, дорогой с двухсторонним движением. И я хочу ваше мнение услышать, ваши оценки услышать и предложения. Главное, к чему он нас призывал, это не давать пустых обещаний. Были подняты все вопросы, жизненно важные вопросы, которые интересуют население на сегодняшний день. Владимир Владимирович никогда не давал пустых обещаний. В принципе, наверное, поэтому он и не участвует в тех политических дебатах, которые сейчас будут предвыборной компанией активно развиваться. Потому что, возможно, в дебатах нужно будет как-то популистски разговаривать. Он своими устами рассказывал о том проекте программы, которая программа кандидата в президенты Владимира Путина. Она нарабатывалась, исходя из тех предложений, которые готовили доверенные лица, различные инициативные группы. Уже первые наказы граждан есть, жителей, в том числе Республики Татарстан. Григорий Явлинский сегодня сдал подписи в ЦИК. В его республиканском штабе приступили к набору наблюдателей. Доверенных лиц у Явлинского в Татарстане на данный момент двое. Это я и Диана Саленгареева. Возможно, в дальнейшем будут еще какие-то доверенные лица. Все, что по закону мы, на что бы иметь право, мы, естественно, будем это использовать. Давно не были, да? Нет, вчера была я. В Казанском штабе Ксении Собчак работа сегодня началась с порога. Затем здесь приступили к поиску волонтеров для проведения агитации. Доверенные лица в Татарстане пока не определены. Доверенных лиц пока неизвестно. Однако эти люди, они, грубо говоря, будут зависеть от желания штабов в регионах. Пока я никого не предлагала. В Татарстанском штабе Владимира Жириновского сегодня продолжили отбирать и готовить наблюдателей. Девять доверенных лиц уже определили и выдали им удостоверение. Если будут бесплатное время на радио, на телевидении, будут выступать и на радио, и на телевидении. Надеемся, и на вашем канале все-таки выступят. И на русском языке, и на татарском обязательно. В республиканском штабе Павла Грудинина сегодня готовились к поездке в Уфу, где завтра кандидат Павел Грудинин должен встретиться со своими доверенными лицами и сторонниками. Доверенных лиц на сегодняшний день от кандидата у нас три. И они будут как раз обсуждать вопрос по приезду Павла Николаевича в Татарстан. Этот вопрос на сегодняшний момент открыт. Всего на данный момент в предвыборной кампании участвуют 14 кандидатов, чьи фамилии в итоге попадут в избирательный бюллетень и станет известно к середине февраля, когда ЦИК завершит проверку подписей кандидатов. Дмитрий Аринин, Марат Саидгораев, Дина Газалиева, Александр Ярошов, ТНВ, Москва, Казань. В Татарстане стали чаще нарушать права человека. В прошлом году таких жалоб поступило более 4 тысяч. Это на 12% больше, чем в 2016. Самые наболевшие проблемы сегодня вынесли на заседание экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в республике. На какие вопросы нашли ответы в нашем репортаже? Уполномоченный по правам человека направляет оклад. Время еще раз обсудить наболевшие. Тем более проблем накопилось немало. 4 тысячи жалоб в приемную Уполномоченного по правам человека. 2017-й побил рекорд по обращениям. Все-таки в прошлый год были очень сложные проблемы, связанные с банковским кризисом. И всплеск был большой обращения. Это вопросы связанные. И то, что обманутые дольщики, тоже очень коллективные там обращения в основном, конечно. Экспертный совет уже оправдал свои ожидания. Есть решенные вопросы. В частности, по поддержке частников в социальном обслуживании населения. В итоге в Казани уже появились организации по защите инвалидов. 10%. Госуслуг планируют передать частникам. Это позволяет и закон. Однако, все чаще нарушается право человека на производстве. 10 случаев, когда человек ушел на работу и не вернулся, были скрыты работодателями. Так, на строительной площадке погибли двое казанцев. Сотрудник Альмитевской коллекторской службы задохнулся от газа. По республике прошлый год нам дал два официально зарегистрированных социально-трудовых конфликта. По причине невыплаты заработной платы и премий. Вопросы защиты прав в сфере здравоохранения также волнуют экспертов. В 11 районах республики закрыли родильные дома. Будущие мамы вынуждены ездить более чем за 200 километров. Важно также учитывать мнение населения при закрытии школ с малым количеством учащихся. Прозвучало сегодня. Вопросов много, а потому предлагается продлить стратегию республики по защите прав человека. Сообщение в народный контроль. И уже это пошло по инстанции. И президент республики Татарстан практически в интернете за этим наблюдает. И органы власти тоже следят. Мне кажется, что дальше совершенствовать и двигаться в этом направлении. И договор о стратегии сегодня продлили. В следующий раз Совет соберется, как только назреют безотлагательные вопросы. Там, где родился духовно, 28 марта Россия празднует 150-летие Максима Горького. Творческий путь драматурга, на чью долю выпала и тяжелая дорога к признанию, и эмиграции вследствие всенародной любовь, по его воспоминаниям, начинался именно в дореволюционной Казани. Городу, который он увековечил в 60 произведениях. Что о юности писателя в столице говорят сегодня, и что еще скажет в этом году Рамиль Шайдулин. Его жизнь была не сахар. Об этом узнает каждый гость музея писателя. Максим Горький писал о жизни без прикрас, той, которую познал сам. Когда мечта стать студентом, на долгие годы обернулась тяжелой мужицкой работой. Город очень красивый. И неудивительно, что Горький, как человек творческий, нашел в нем вдохновение для себя. Потому что, ну, это не университеты, эти улицы, это история. Этой истории 150 лет. В России идет подготовка к празднованию юбилея одного из самых противоречивых писателей царской, а позже и большевистской страны. Лишь оказавшись на рубеже двух эпох, он написал «Мать» и «На дне», и так стал своим в каждом уголке страны. О жизни великого драматурга будут говорить по всей России, но особый упор обещают сделать в самых значимых для него городах. В Москве, где он прожил большую часть своей жизни, в Нижнем Новгороде, где родился, и в Казани, где, как вспоминал сам Максим Горький, он родился духовно. Здесь он работал. В музее воссоздали точную копию пекарни, где тогда еще Алеша Пешков зарабатывал на жизнь. Это уже позже. Он станет Горьким, всенародным любимцем и неоднократным Нобелевским номинантом. Две с половиной тысячи улиц в разных городах, названные именем Алексея Максимовича Горького улиц, проспектов, бульваров. Это прекрасно. Но, наверное, одна из задач празднования юбилей заключается в том, что немножко встряхнуть, немножко осовременить имя Горького. Какими будут форматы, пока загадка, но за плечами организаторов годы Чуковского, Мандельштама, Симонова и года литературы в России. Поэтому и эти масштабы обещают быть впечатляющими. Рамиль Шайдулин, Амир Залюшев, ТНВ, Казань. Перевернуть календарь и увидеть обнаженного коллегу. Такой новогодний подарок уже 11 лет подряд выпускает Челнинский крановый завод. Корпоративный календарь украшают сотрудницы производства. Почему этот выпуск назвали мужской? И как чувствуют себя модели уже перед видеокамерой? Слава от Мухаммадуллин. Искра, буря, безумие. Их специализация – многотонные балки, мостовые, электрические краны и эротические календари. Да-да, вы не ослышались. Каждый Новый год они превращаются, например, в лесных охотниц, светских львиц и футбольных болельщиков. Ну а почему нет? Роль мужа, главы семьи, который взял на себя женскую роль по уборке помещений. Если мужчина немного стесняется необычного амплуа, то вот девушке наоборот. Несколько календарей на рабочем столе. Большинство героев уже не в первый раз участвуют в подобных фотосессиях. Чисто по-женски, да, это интересно. Каждая девушка любит красивую обстановку, красивый макияж, прическу, антураж. Поэтому, да, это очень интересный элемент развлечения. Подобные календари на Челнинском заводе выпускаются уже 11 лет. Подарки с оттенком ню получают постоянные клиенты компании и новые заказчики. Участвуют те люди, которые проявляют сами инициативу, которые болеют за свое предприятие, которые относятся лояльно к своему предприятию. Они знают, что это делается для наших клиентов. Клиентам на радость профессия не в тягость. Так заводчане доказывают, что красота есть во всем и у всех. Слова Тухмадуллина, Шатаюпов, Альберт Шефигулин, ТНВ, Набережная Челная. А вечерний эфир продолжит программа «Вызов 112». А сейчас спорт и прогноз погоды. Я же не прощаюсь. Увидимся в 21.30. 13 июля 1963 года на заводе органической химии получена первая партия фенола и ацетона. За умелое руководство заводом присвоить звание Героя социалистического труда Владимиру Петровичу Лушникову. Казань «Орксинтез». 60 лет лидерства. Не пропустите распродажа в Азиноавто. В январе автомобили «Лада» 2017 модельного года с выгодой до 65 тысяч рублей. Успейте обменять свой автомобиль на новую «Лада». Азиноавто. Минская 1. Санаторий «Крутушка» предлагает активный и полезный отдых для всей семьи. Комплексное лечение со скидкой до 30%. 202-30-33. На предприятии «Челный Кировец» полностью переверут ваш трактор, заменят износившиеся узлы и агрегаты. Предприятие «Челный Кировец». Легендарному трактору «Вторую жизнь». Коррекция зрения от 15 тысяч рублей за один глаз. Клиника «Кузляр». Добрый вечер. Новости спорт на ТНВ в студии Алмазгофиатов. Из непаркетного Дакара на ковер Кабмина. Триумфаторы ралли-марафона Эдуард Николаев и Эрат Мордеев стали участниками брифинга в Доме правительства. Отвечали на многочисленные вопросы журналистов. После недельного перерыва началась подготовка к шелковому пути. Перед новым спортивным стартом «Камазовцы» пролистали дневник юбилейного Дакара. Он стал одним из самых сложных для техники и для спортсменов. А на Кали говорит тот факт, что за два этапа до финиша разница между соперниками была лишь в одну секунду. Напомним, гонка стартовала в Лиме и финишировала в аргентинской Кордобе. Маршрут пролегал через перуанские дюны, горные спецучастки Боливии и аргентинское бездорожье. Наши ребята тоже вели борьбу, но и именно ввели вот эту командную стратегию, командную тактику, когда команда работала на результат на первое место. И это очень здорово. Спортсменка из Казани стала победительницей Кубка России по бадминтону. Евгения Косецкая стала лучшей в женском одиночном разряде на турнире в столице Татарстана. Всего спортсмены республики завоевали пять медалей различного достоинства. Серебряную медаль завоевал Анатолий Ярцев, уступивший в финале Сергею Сиранту из Приморья. Кроме того, татарстанцы стали обладателями трех бронзовых наград. Виктория Воробьева и Дарья Джуджула стали третьими в женском парном разряде. А Виктория Воробьева вместе с Родионом Каргаевым из Нижнего Новгорода заняла третью позицию в смешанном парном поединке. В этом году как раз чемпионат Европы будет в Казани. Будут собраны все мужские и женские команды Европы. Кубок России является одним из отборочных этапов для того, чтобы сформировать команду. Гонка состоится при любой погоде. Юноши и девушки Арского района почтили память Фанеля Горофеева лыжным забегом. Традиционный турнир памяти спортсмена собрал около 200 юных лыжников местных школ. Фанель Горофеев сам не только принимал участие в лыжных гонках, он организовывал подобные мероприятия. Именно с его подачи открывались детские школы для занятий зимними видами спорта. За это время равнодушных к лыжным гонкам в районе практически не осталось. Более того, некоторые ученики из любителей перешли на более профессиональный уровень мастерства. И это все новости о спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте. Время новостей о погоде. Спонсор выпуска и заготовитель корпусной мебели на заказ компания Данил Мастер. Весь январь Данил Мастер дарит своим клиентам 20% дополнительные скидки на заготовление кухни или шкафа-купе. Данил Мастер, Казань. Восстание 23. Телефон 2-167-166. Ну что ж, а теперь о погоде. В предстоящие сутки в республике ожидается облачная погода со снегом. Температурный фон существенно не изменится. По данным сервиса Яндекс.Погода на юго-востоке Татарстана местами пройдет снег. Температура воздуха составит до 13 градусов мороза. На северо-востоке республики пасмурно, без осадков и до 11 градусов ниже нуля. На севере республики облачно, но без осадков. Температура воздуха там составит минус 11 градусов. На северо-западе местами ожидается снег и до 11 градусов мороза. На юго-западе Татарстана облачно, снег и минус 10 градусов. В центре республики местами пройдет снег. Температура воздуха составит до 12 градусов мороза. В последующие сутки умеренно морозная погода в республике сохранится. В Казани ожидается снег и около 10 градусов мороза. Ветер юго-восточный и порывистый. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба. Влажность воздуха 72%. Магнитное поле Земли спокойное. На этом наш выпуск завершен. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания. Продолжение следует...